Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по 100. Экономика. Нефть и газ. 15 октября 14.44. Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по доллар 100. Что значит визит с ночевкой российского президента на Ближний Восток. Антон Чаблин. Комментарии в просмотров 6354. На фото. Президент РФ Владимир Путин. Слева на первом плане. После церемонии подписания совместных документов по итогам российско-саудовских переговоров в Королевском дворцовом комплексе. Фото. Михаил Мицель. ТАСС. Материал комментируют. Михаил Рощин. Впервые за 12 лет Владимир Путин посетил одно из самых закрытых и самых богатых государств планеты Саудовскую Аравию. Главный итог визита пока подписание харти из стран-производителей нефти, которая позволит держать цены на черное золото на высоком уровне. Исторический визит. С ночевкой. Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд впервые с 2007 года, и арабская пресса уже назвала этот государственный визит историческим. Показательно, что российский президент ради побывки в Саудовской Аравии даже изменил своим привычкам, в Эр-Рияде он остался с ночевкой. Подробности визита еще неизвестны. Но еще до его начала источники в Кремле сообщали, что Владимир Путин намерен подписать более десятка инвестиционных соглашений на сумму более доллар-два миллиарда. В таких отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, нефтехимия и производство удобрений. Кроме того, в Эр-Рияде обсуждалось продление действия соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Плюс, картель, напомним, действует с 2016 года для поддержания высоких цен на нефть. Еще в июле прошлого года участники картеля, 14 членов ОПЕК и 10 стран, не входящих в организацию, в штаб-квартире организации в Вене договорились о подписании пакта о постоянном сотрудничестве. Читайте также. Сирийский заговор Кремля. Путин и Эрдоган решили подорвать силы США. Ближневосточный регион оказался на грани большой войны. Каждый ведет свою игру. Речь шла о продлении срока действия 9-месячного соглашения, достигнутого в декабре 2017 года, чтобы сократить общий объем поставок на 1,2 миллиона баррелей в день. Теперь же договоры иности формализованы в виде хартии, а значит роста цен на нефть можно ждать. Мечта России держаться на доллар 100 за баррель. Арабы сидят на двух стульях американском и русском. Вероятно, обсуждался и вопрос поставок в Саудовскую Аравию зенитных комплексов С-400. По крайней мере, в российскую делегацию входил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Закупить систему Москва предложила Р-Рейду еще после атак йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие заводы 14 сентября. Отметим, что американцы также пытаются извлечь выгоду из диверсии, предлагая отправить в регион дополнительно 3000 военнослужащих и поставить Р-Рейду системы ПВО. Кстати, министр иностранных дел Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейр заявил журналистам по итогам путинского визита, мол, опасения о том, что сближение Р-Рейда и Москвы повлияет на отношения с Вашингтоном, беспочвенны. Владимир Путин во время визита отметил, что торговый обмен между Россией и Саудовской Аравией вырос в прошлом году на 15%, после визита короля Салмана Аль-Сауда в Москву в октябре 2017 года. В свою очередь, сам король заявил, что визит Путина в Р-Рейд является прекрасной возможностью для укрепления дружбы между двумя странами. Трамп спас порванную в клочья экономику РФ, не дав убить Северный поток-2. Непоследовательность действий американской администрации делает Россию нефтегазовым монополистом. Обе арабские страны являются крупнейшими производителями нефти. Во время визита Путина в Р-Рейде уже был подписан 21 документ об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. И мне кажется принципиальным, что обе страны подписали хартию сотрудничества стран-производителей нефти. СП, а что может сегодня Россия предложить Саудовской Аравии и ОАЭ во внешнеполитическом направлении? Следует иметь в виду, что Саудовская Аравия является ключевой державой для мусульман-суннитов и хранительницей священных мест ислама Мекки и Медины. Саудовская Аравия сегодня возглавляет международную коалицию, которая с конца марта 2015 ведет войну против режима хуситов, утвердившегося на севере имена. В настоящее время многие ближневосточные страны, включая Иран, выступают за мирное урегулирование в Емине и рассматривают Россию именно в качестве посредника, сохраняющего добрые отношения с разными сторонами конфликта. СП, полагаете, это будет реалистично? Безусловно, Россия может успешно выступить посредником между Саудовской Аравией и Ираном и постараться добиться разрядки в зоне Персидского залива. Не случайно наш МИД разработал концепцию коллективной безопасности для зоны Персидского залива. Совершенно очевидно, что она обсуждалась в ходе визита президента в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Новости мира Трамп Пусть курдов защищают Россия, Китай или Наполеон Бонапарт Саудовская Аравия и ОАЭ. Саудовская Аравия Саудовской Аравия